Чудеса не свидетельствуют ни об истинности религии, ни об ее неистинности. Чудеса вообще... Не о фактах. Нет, да, чудеса это мелочи с точки зрения религии. Суть религии к чудесам вообще никакого отношения не имеет. Чудеса это для детей. Для детей это необходимо. Но по сути дела взрослая религия опирается на выбор. Я выбираю определенную религиозную точку зрения, потому что это соответствует моей душе, моему внутреннему чувству и так далее. Абсолютно чудеса это вторичная вещь, а вовсе не первичная. А само существование Бога это же тоже чудо? Нет, нет, нет. Казать же это никак нельзя, существование Бога. Что касается существования Бога, то это не вопрос чуда. Это не вопрос веры. Это не вопрос доказательства. Это вопрос выбора. Как я выберу, так будет. Поэтому всякий серьезный религиозный человек прекрасно понимает, что существование Бога – вещь абсолютно недоказуемая. И почему ты считаешь, что Бог есть? Ответ – я выбрал эту позицию. Она мне больше нравится. Она соответствует моей интуиции. Может ли ты ее доказать? Разумеется, нет. Может ли ты ее обосновать? Окей, я могу ее как-то обосновать некоторыми доводами. Я прекрасно понимаю, что эти доводы никакими доказательствами не являются. Это доводы, которые я могу сказать. Для меня это разумно. Мне это нравится, этот подход. Но, например, я могу сказать, что из жизненного опыта я знаю, что никакие сложные системы не возникают случайно. Поэтому я не могу поверить, Янич, не могу поверить, что мир возник случайно. А ты мне говоришь, а теория эволюции это обосновывает. Я не могу проверить, обосновывает она, не обосновывает. В ней самой много противоречий вопросов. Это вопрос дальше выбора. Кто-то говорит, мне Бог не нужен, я в этой концепции не нуждаюсь. Я считаю, что мир сам возник. А кто-то говорит, нет. А я выбираю, что Бог есть. И это вопрос не даже, так сказать, теории вероятностей. Это вопрос наличия смысла. С точки зрения религии нет никакой проблемы в дарвиновской теории эволюции. Даже хоть и дарвиновской. В ней есть много проблем биологических. Но с точки зрения религиозной нет никакой проблемы, что человек появился желтой без яны. Абсолютно. Это означает, что Бог запустил эволюцию так, что человек появился желтой без яны. В этом нет вообще никакой проблемы. Потому что эволюция изучает не эволюцию души. Душа – это понятие для биологии непроверяемое. Проблема в том, остался ли человек обезьян. Да, остался ли человек обезьян. Так, известное выражение. Неважно, не только прошел ли человек с животным, а остался ли человек с животным. Но то, что Бог мог запустить эволюцию, нет ни в него проблемы. Человек возник и из материи, и души. Ну, материя взялась из обезьяны, а душа с неба. Ну, и все отлично. Никаких проблем нет. Могли бы от медведей произойти. Как угодно. Да. В этом нет никакой проблемы в принципе. Поэтому никакая теория дарвинов, никакая теория эволюции, никакая наука никак не противоречит религии в принципе. Выбор между верой в Бога или неверой в Бога, это только выбор между тем, что я хочу. Я лично вырос в не религиозной совершенно среде, и причина, по которой я принял религию, была для меня следующая. Если Бога нет, то в мире нет смысла тотально. Я этого смысла, может быть, я был таким молодым, наивным, мне было лет 18. Значит, я решил, что если я мог быть математик, я слишком сильно индукцию провожу. Если в мире в целом все случайно, то в мире в целом нет смысла. Если нет смысла в системе, то нет смысла ни в какой ее подсистеме. Я понимаю, что это я математик такой. Для меня это как бы очевидный выбор. То, что там подсистема 10 уровней рекурсии, ну там 10. Какая разница, сколько есть, столько и есть. А смысла как не было наверху, значит нет и внизу. Поэтому никакого смысла в жизни тогда нет. А я хочу, чтобы в жизни был смысл. Поэтому я выбираю быть религиозным, потому что я хочу, чтобы в жизни был смысл. Это мой выбор. Вот это было для меня примерно лет 18 вполне осознанным, так сказать, выбором. Вторым причиной было в том, что я как математик не могу поверить в теорию эволюции, в ее случайности. Эволюция-то может и происходила, только я не верю, что она была случайной. И третье, то что я выросший в коммунистическом Советском Союзе, прекрасно понимаю, что нет способа обосновать запрет убийства, кроме как религия. Если Бога нет, то все позволено. И это совершенно, так сказать, это Достоевский здесь не случайно. Это так оно и есть. Поэтому с точки зрения коммунизма абсолютно все позволено, что выгодно. Ты, коммунистический лидер, считаешь, что тебе выгодно вот этих убить и на органы их передать. Делай, не думай, все нормально. Вот. И это и есть основа, так сказать, коммунистической морали. Никуда от этого не деться. Морально то, что служит делу пролетариатов. Это писал Ленин. Ну, это отдельный вопрос. Вот. Так вот, возвращаясь к тому, о чем вы спросили, а именно про веру я сказал. То есть я лично для себя не мог обосновать случайность эволюции. Я не мог поверить. Я не хотел, чтобы в мире не было смысла. Я хотел, чтобы было обосновано, чтобы убивать нельзя. Из этих трех причин я стал религиозным. Я выбрал себе в качестве религии иудаизм, поскольку он мне гораздо ближе. Во-первых, он естественней по происхождению моему, по культуре моей, по естественности, как бы преемственности. Ну и вообще изучая иудаизм, я видел, что он мне подходит. Ну вот я его и принял. Выбрали, но не верите. Почему? Я выбрал так. Значит, верю. Я верю ли я? Да. Почему верите? Я так выбрал. Это и есть. Бога имеется. В Бога я верю, потому что я так выбрал. Я не только верю в Бога, я верю, что тех старых дан с неба. То есть не просто как бы такую абстрактную веру в Бога. Я прямо верю, что Бог дал на Синаете, Тару, 613 заповедей, что это божественное восстановление. Я много чего, я общаюсь с адоксально-религиозным. Адоксальный, а не, так сказать, поэтому модернистский, потому что я считаю, что откровение продолжается. Но при этом совершенно, так сказать, в текст Танаха считаю священным в том смысле, что он дан с неба. Там Тара напрямую, а пророки через откровение непосредственное. Ну и так дальше. Вот. Так что у меня религиозность очень, как бы, так сказать, существенная. А не просто так.